Добрый вечер, как мы ожидали, был очень сложный матч. Мы изучаем эту команду, очень хорошая команда, очень хорошо организована. Я очень уважаю тренера Днепра, очень хорошо организовать свои команды. Действительно, есть желание играть, это видно. Это было очень особенная игра сегодня, где практически всегда мы атаковали. Возможно, не хватало нескольких правильных последних решений. Потому что, действительно, мы были близки к тому, чтобы забить. Мы всегда контролировали полностью свою трубоборонию. Первый гол был забит уже практически в конце игры. Но думаю, что он полностью заслужен. Снова же повторюсь, играя сегодня, действительно, против команды, которую я очень сильно уважаю. И я не сомневаюсь ни в коем случае, что если бы Днепр один выступал в Премьер-лиге, и они боролись за первые 6-е годы в нашем чемпионате. И, слава Богу, что, действительно, в следующем году они будут уже играть в нашей лиге. И, также, потому что это то, что мы хотим играть в футболе. Это красивое, хорошее футболе. Люди приходят на стадион, когда есть отличное зрелище. Сегодня было действительно вот так. Много людей на стадионе. И если не будет, действительно, вернется в СМР-лигу, я буду очень доволен этим. Спасибо. Переходим к вопросу. В большую часть матча ваша команда играла верхом. То есть, навешивала все время. Но, в то же время, много атаков получалось сказать, команда про мяч уже вниз. Спасибо. По сторонам вы не изменили. Тактику игры. Почему? Вы знаете, что это просто результат? Хорошо. Мы не играли только верхом. Длинный пас. Длинный пас – это тогда, когда, когда ты отдаешь, грубо говоря, от вратаря и сразу же в первую линию атаки. Мы постоянно пытались скрыть оборону и пройти в глубину соперника. Команды Днепр – это действительно команда, которая очень хорошо закрывается в обороне, закрывается в середину. И они очень компактны. Поэтому очень важно, играя с такими командами, постараться проходить в глубину. Мы старались несколько раз. Это было успешно, но главное, что мы это делали. Играя против команды, которые очень компактны. Скажите, пожалуйста, решающим фактором достижения победы? Вы неудачно проведены замены? Вы не умеет. Вы не умеет. Вы не умеет. Мы прошли с друзьями. Прямо, конечно. У нас очень обрадовалось то, что Дентиньо забил первый гол. Но, тем не менее, замены в футболе всегда делаются для того, чтобы что-то улучшить в игре и команду. И, слава богу, сегодня они действительно сработали. Дентиньо открыл счет, можно сказать, что он был действительно решающим игроком в сегодняшней игре, но, как я говорил, ребята знают, что если у них одна минута, 10 минут до 15 минут этого времени, так нужно отдать свой максимум, потому что действительно конкуренция в этой команде очень велика, и им нужно пользоваться этими возможностями, которые мы им даем. Это игру 17-летнего Арсения ВТГО в центре поля, номер 44. У него опыт Эйдвэя на таком уровне 1-2 матча. Ну, прежде всего, я хочу действительно искренне поздравить тренера, потому что нужна очень большая храбрость и смелость, чтобы поставить 17-летнего парня в игре против шахтера. Поэтому, я думаю, здесь самая большая заслуга, это действительно главного тренера. Но, в то же время, очевидно, что сегодня команда Непр практически все свое время на поле посвятила обороне. И, конечно же, будучи так, намного сложнее оценивать. Из того, что я видел, я думаю, что он провел хорошую игру, как и, если говорить коллективно, обо всей команде. Но, даже обороняяясь, они провели и он, в том числе, хорошую игру. Что-то сложное вам сегодня было играть без практически трех лидеров. Я говорю, Марайеса, Марлыча, Каларенко, не было Макгона, конечно, много. Это уже происходило в течение этого сезона. Но такие проблемы дают, в любом случае, возможность поиграть другим ребятам. И, правда, потому что у нас очень много молодых игроков, которые сейчас проходят определенный процесс подготовки, чтобы играть уже в нашей команде. Сегодня играл Маркос Антонио, для которого это была премьера в стартовом составе. Как я и говорил, понятно, что те ребята, которые не были с нами сегодня, они важны в нашей команде. Но, тем не менее, нам не стоит расстраиваться и как-то плакать, что их сегодня с нами не было. Они не могут играть, должны играть другие. Появляются возможности для более молодых ребят, чтобы мы оценили их. Слышали ли вы сегодняшнего дня такое слово «енгулец»? Что вы знаете об этом сопернике? О, конечно, ты уже опомога «енгулец». Да, я уже слышал и слышал в хорошем свете. У меня была возможность посмотреть часть игры с Зарёй. Это правда, что если бы кого-либо спросили, не будет ли Заря в финале, так никто бы не поверил, что их там не будет. Но правда в том, что я увидел очень солидарную команду, команду «Борец». И эта игра действительно доказала, что ранних победителей нет прежде в Риме. Поэтому мы будем уважать полностью команду «енгулец», потому что это действительно финал. И мы должны обязательно расстраиваться на игру, где соперник будет делать все, чтобы победить. Потому что это одно простое условие – это финал. Скажите, Степаненко, какой прогноз по возвращению Коваленко? Скажите, что Коваленко вы спросите? Я думаю, что Коваленко будет recuperать. Я думаю, что Коваленко можно будет восстановить к этому времени. Степаненко мы оценим. Мы оценим сейчас ситуацию с Тарасом. Сможет ли он восстановиться, либо нет. Нам нужно сейчас пару дней, чтобы действительно оценить всю эту ситуацию. Но пока что этот вопрос инкогнатный. Вы приехали в полуфинале с командой первой лиги. Теперь будете ехать в финале с командой первой лиги. Это говорит о славе уровня первой лиги? Вы посмотрите, Кубок, здесь в Украине, в других странах. Я думаю, что Коваленко – это вертельно в сюрпризе. Это нормально. Но мы иногда видим в Инглата, в Франции. Мы очень интересно наблюдать за Англией, за Францией. И команды из 2-го дивизиона добираются до финала. Потому что это именно эта игра на вылет, где действительно все может произойти. Эти команды воспользовались этой возможностью, которая у них была. Посмотрите, на Днепр они не просто так пришли сюда в полуфинал, они выиграли 2-0 в Орске. И как я говорил, для меня Днепр это не команда второй лиги, это премьер лига. Но как я говорил, это Кубок. Кубок кишит сюрпризами. Мы ни в коем случае не можем забирать эти заслуги, кто борется во 2-м дивизионе, а потом добирается до финала Кубка Украины. Это полностью заслуга этих команд.